Добрый день! Новости на вашем канале НТС в студии Джангл Мирзаду и Шенбекова. И начнем выпуск с сообщений про ситуацию на Унгар-То. В связи с тем, что в Узбекистане проходит траур по случаю кончины президента Ислама Каримова, переговоры, как сообщается между представителями двух стран, приостановлены. Четверо наших граждан все еще удерживаются в Янгик-Урганском РОВД Узбекистана. Жители Аксийского района говорят, что численность узбекских силовиков на вершине, где находится Крыгыска телевышка, заметно выросла. Туда периодически высаживаются вертолеты Узбекистана. Есть информация, что на горе находится уже до 20 силовиков соседней страны. Меж тем, жители Алабукинского района Джалабадской области сообщают, что на границе с Узбекистаном появились уже танки. Над местностью периодически летает военная авиация Узбекистана. В погранслужбе нашей страны отметили, что соседи там проводят плановое учение. На территории Узбекистана, напротив села Баймак, сейчас проходят военные учения подразделений Республики Узбекистан. Это мероприятие плановое. Об этом узбекская сторона заранее уведомляла Кыргызстан. Поводов для беспокойства нет. В Узбекистане, напомним, продолжается траур в связи с кончиной президента Ислама Каримова. Во всех городах и селах приспущены государственные флаги. Отменены все развлекательные программы. В минувшую субботу, напомним, Каримова похоронили на его малой родине в Самарканде. В церемонии прощания в историческом комплексе Шахизинда приняли участие и представители иностранных делегаций. Похороны прошли в закрытом для большинства граждан режиме. Накануне с утра комплекс открыли для всех желающих проститься с президентом. Колонны из простых граждан были настолько многочислены, что простаивать в очереди приходилось не один час. Бессменный президент Узбекистана, напомним, скончался, открывая излияние в мозг Исламу Каримову было 78 лет. Отметим слова сочувствия и поддержки узбекистанцам в связи с кончиной президента Каримова в эти дни выражают и жители нашей страны. От имени Кыргызстана на церемонии прощания, напомним, в субботу в Самарканде присутствовал премьер-министр Сорон Байджиенбеков. Он выразил слова соболезнования от имени президента Кыргызской республики Алмазбека Тамбаева, отметив ключевую роль первого президента республики Узбекистан Ислама Каримова в становлении суверенного Узбекистана в укреплении международной позиции и социально-экономического развития страны. Там же в Самарканде, как сообщается, Джиенбеков провел встречу со своим узбекским коллегой Шавкатом Мерзиёевым. Отмечается, что премьер-министр обсудили перспективы торгово-экономического партнерства, сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры. Особое внимание было уделено приграничным вопросам. По их урегулированию, как позже сообщил глава Кыргызского правительства, узбекская сторона настроена на конструктивное сотрудничество. К новостям мировым. В Китае сегодня продолжился саммит Большой Двадцатки. Накануне, отметим, он открылся небольшим скандалом. В аэропорту города Ханчжоу китайские организаторы, так сказать, забыли подать трап к самолету американского президента Барака Обамы. И тому пришлось выходить через запасную дверь. Сам Обама этому не придал особого значения. Но, как пишут мировые издания, между дипломатами США и Китая после был разговор на повышенных тонах. Более того, издания тут же начали утверждать, что конфликт между США и Китаем оттеснил на второй план тему изоляции России. Хотя тема саммита строительства инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики, разумеется, внимание участников приковано к ситуации в Сирии. И, как накануне заявил Барак Обама, договориться с Россией у США по вопросу о прекращении войны в Сирии пока не получается, цитата, из-за серьезных разногласий. Между тем, Турция сегодня заявила, что ей удалось очистить границу Сирии от боевиков ИГИЛ. Об этом выступая по телевидению, сообщил премьер-министр Миналый Елдырын. По его словам, турецкая армия взяла под контроль все участки границы от Азаза до Джираблуса. Глава турецкого правительства считает, что возвращение контроля над границей означает, что экстремистские группировки, отступление которых добилась Анкара, не смогут больше получать оружие и подкрепление по маршрутам, идущим через сирийско-турецкую границу. Напомним, Турция начала операцию на севере Сирии 24 августа. В страну вошли танки, артиллерия, силы спецназа. Анкара среди целей операции указывала борьбу с ИГИЛой и рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. Ну а теперь, разумеется, про всемирные игры кочевников. Грандиозное по своим масштабам и краскам открытие которых состоялось в минувшую субботу в Челпанате. Церемония открытия, по признанию многих участников и зрителей шоу, как кыргызстанских, так и зарубежных, не уступила по своей фееричности и зрелищности, а по уникальности даже превзошла открытие многих Олимпиад. Два часа праздничного шоу в этно-стиле тысячи камузистов, парад национальных команд. Отметим, сами соревнования в рамках ИГИЛ-кочевников стартовали еще до церемонии их открытия. Сегодня практически третий игровой день. Разыграны уже десятки медалей. Состязания по масс-рестлингу, или, как говорят у кыргызов, Таяк Тартышо, прошли с явным успехом для отечественных спортсменов. Итог – 10 медалей разного достоинства. По плечу оказались рестлингисты из Армении, Пакистана и Африканского Бенина. Женская сборная также пополнила копилку Кыргызстана на золото, серебро и три бронзы. С Челпанаты репортаж нашего коллеги Джолдоша Исакова. Тысячи камузистов, как единый организм, безошибочно исполняющие мелодию «Маш Ботой» – повод для гордости каждого кыргызстанца. Официальная церемония Вторых Всемирных Игр-кочевников прошла на очень высоком уровне. Она длилась почти два часа. После завершения торжественной красочной церемонии открытия Вторых Всемирных Игр-кочевников, которые пройдут с 3 по 8 сентября в городе Челпаната, сейчас мы наблюдаем парад атлетов из 50 стран мира. Напомним, что в этих состязаниях принимают участие около 600 спортсменов, которые будут выступать в 23 лет от спорта. Замыкал аппарат спортсменов самое внушительное по количеству сборная Кыргызстана. Как и два года назад на первых играх кочевников, шествие возглавлял сам глава государства. Уже выйдя на сцену Алмазбек Атамбаев, объявил вторые игры кочевников открытыми. Игры кочевников сегодня очень хорошие представления для нас оставили, очень хорошие. Вот эти все присутствующие, очень рады, что сегодня мы такое организовали небывалое чудо, да, просто. Я очень счастлива, что сегодня мы приняли 62 страны. Зал полный, переполнен. Дай Бог нам здоровья, киргизы, чтобы мы были великой нацией. Я за наших киргизов. Барбололи, байбололи. В первый день соревнований в рамках игр прошел чемпионат мира по масс-рестлингу, перетягиванию палки. В этот день сборная нашей страны сумела завоевать 10 медалей. Весе до 60 килограммов Азамат Асанов не оставил шансов своему сопернику из Индии. Весе до 70 килограммов схватки за бронзу встретились два киргизстанца. Это противостояние завершилось в пользу Кудай Назара Алимова. Его соперник Аскад Джунушев остался без награды. В категории до 90 килограммов бронзовую медаль в копилку нашей сборной принес Азат Таштенбеков. В упорной борьбе победивший армянского атлета Сироба Джамкачана. Весе до 105 килограммов кыргызстанец Андрей Цой не оставил шансов сопернику из Бенина, Ильясу Хасану Бахиру. Одержав победу со счетом 2-0, он завоевал бронзовую награду чемпионата мира по масс-рестлингу. Еще одно третье место в этой весовой категории занял наш соотечественник Вячеслав Абрусимов, одолевший пакистанца Хана Ахмада. В абсолютной весовой категории свыше 125 килограммов Телеку Супов, увы, проиграл литовскому сопернику Антанасу Абрути Суму. Отлично выступили наши девушки. Единственную золотую награду Игр Кочевников завоевала кыргызстанка Ольга Шайнурова в весе до 85 килограммов. В весе свыше 80 килограммов серебро взяла Айчурок Иргашева. И три бронзы завоевали Телегенова, Иманкулова и Миронова. Во второй день Всемирных Игр Кочевников пройдут соревнования по национальным видам борьбы. Джолдош Исаков, Асхат Косынбеков, НТС. Кроме спортивных мероприятий, в рамках Вторых Всемирных Игр Кочевников проходит и этнофольклорный фестиваль Вселенная Кочевников. В его рамках в живописном ущелье Кырчин было установлено более 500 юрт. Они были установлены представителями всех семи областей республики и городов Оши-Бишкек. Этногородок, по задумке организаторов, должен показать быт и образ жизни кыргызов. В первый день фестиваля перед многочисленными зрителями со своими завораживающими номерами выступили каскадеры. Стрельба из лука, солбурун, борьба на лошадях. Все это увидели зрители, пришедшие в красочное ущелье Кырчин. Кроме этого, в первый день фестиваля выступали театральные артисты из столицы и всех уголков республики. Окунуться в атмосферу вселенной кочевников помог и этногородок из сотен юрт. Мы очень рады. Мы сегодня одеты в традиционную национальную одежду кыргызов. Поем старинные песни. Благодарны президенту страны, руководителям районов и областей за организацию столь масштабного мероприятия. Кроме того, отдельная благодарность творческим коллективам, выступающим в ущелье Кырчин. Например, мы приехали из города Сурюкта. Наш коллектив называется «Асулзат». В рамках фестиваля были показаны страницы из трагической и тяжелой судьбы кыргызского народа. В театрализованном представлении были показаны создание и падение кыргызского каганата, восстановление государственности и единение народа. По словам организаторов, масштабное представление в ущелье Кырчин посмотрели около 10 тысяч зрителей. Среди них представители 20 государств мира. Как признаются сами участники фестиваля, несмотря на то, что народы этих стран давно живут в мире современных технологий, они продолжают сохранять свои кочевые традиции. Предки практически всех народов были кочевниками. Даже те народы, которые таковыми себя не считают. Например, мы, кыргызы, почитаем свою историю. Сегодня мы возвращаемся к своим истокам. Надеюсь, наша молодежь будет помнить о своем прошлом и вместе с этим двигаться к развитию в будущем. Я приехал из Джаргитальского района Таджикистана. Я рад, что такое масштабное мероприятие проходит в Кыргызстане. Я увиделся со своими родственниками, увидел своих детей, все в полном здравии. Посмотрели представление, все очень понравилось. Пусть будет мир на вашей земле. Фестиваль в ущелье Кырчин продлится еще 4 дня. Также в этногородке пройдут состязания по некоторым национальным видам спорта. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.